Всем привет, ребят! Практически ровно год назад я купил эту новую Lada Granta FL. А сегодня я хочу вам рассказать о плюсах и минусах использования этого автомобиля. Какие мне пришлось сделать доработки для комфортного передвижения на этом автомобиле. Почему я вообще решил купить эту новую Lada Granta? Потому что у меня было всего лишь 250 тысяч рублей наличных денег, всю остальную сумму я взял в кредит. Этот автомобиль новый, и я решил сделать на этом акцент, потому что постоянно езжу на работу. У меня 360 километров пробега в неделю, поэтому какие-то подводные камни или поломки мне были совсем не нужны. Но меня ожидал сюрприз, и на следующий день после покупки у меня отказался работать электроусилитель руля. Я, конечно же, очень сильно расстроился, потому что очень много легенд ходит, что официальный дилер отправляет людей, разворачивает их с ихними проблемами, но эта ситуация разрешилась практически за 2-3 часа. И я уехал, и автомобиль меня больше не подводил за год. Итак, главные минусы того, что я заметил в автомобиле, это лакокрасочное покрытие. Я так понимаю, что у наших русских автомобилей очень мягкий лак, поэтому автомобиль при мойке имеет некоторые царапины, так скажем, на кузове. Поэтому слабое лакокрасочное покрытие – это один из минусов. Далее, при покупке автомобиля я столкнулся с таким минусом, то что автосалон, конечно же, не продает резину с зимним и летним комплектом. Она идет только на летнем комплекте. Выбор мой пал на липучку. Так как шумоизоляция автомобиля очень, так скажем, сомнительная, я решил остановиться именно на липучке. Вот такая вот бридж-стон. Сначала были опасения, потому что никогда не пользовался такой резиной. Но я вам скажу, что это определенно плюс. Во-первых, автомобиль стал тише, чем на летней резине. Далее я скажу, что по снегу и по льду он нигде никак не уступает именно шипованной резине. Следующее, с чем мне пришлось столкнуться – это недостаточная освещенность. Сразу же были поставлены лампочки LED и вставлены противотуманки, так как у меня комплектация идет просто со стеклоподъемниками и электроусилителем руля. Я остановился вот на таких вот салманах, они двухцветные, то есть это очень хорошо позволяет в дождь поменять цвет на желтый, например, и дорога становится более освещенная. Так что, если у вас лада гранта, то советую всем вот такую вот небольшую доработку. Вот здесь вот у меня была наклеена вот такая вот резинка по лобовому стеклу, потому что вот здесь вот очень большой рубец, как вот здесь вот сзади. И от встречных камней и разных погодных условий кромка начнет быстро сбиваться, поэтому решил наклеить вот такую вот резинку. При мойке автомобиля очень часто вода попадала вот здесь вот и попадала внутрь. Пришлось вставить такую трубку уплотнительную резинки, и проблема ушла. Дальше потоки ветра, получается, задуваются вот в такие вот щели, и получается свист и гол. Наклеил вот такую вот резинку. Это идет проблема не только на наших русских автомобилях, а и на Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Так что тоже всем рекомендую вот такую вот резинку дорабатывать. Автомобиль не оснащался магнитолой и колонками, но есть хорошее решение, то что вот такие вот штатные сетки продаются, вырезаете вот так вот отверстия в колонке передней и задней 13-го радиуса. Дальше вот такую вот бархотку нанес. Мне кажется, это выглядит симпатично. Также у меня наклеено и сзади. Конечно же, установил микролифты вот такие вот в штатные места. То есть они устанавливаются вот сюда и вот сюда. Все в штатные места. Для начала я установил две, но две очень сильно, так скажем, открывали его. Его было трудно даже закрывать. Вот эту вот не успел снять, но просто ее открутил и теперь все очень прекрасно закрывается. То есть, в принципе, когда вам из магазина приходите, он раз, открылся и все. Дальше вот такая вот была доработка ковролина. Крышка багажника, она просто металлическая. Поэтому заморочился и вот так вот сделал ковролинчик. Конечно же, сделал белый свет в салоне, потому что он во всем автомобиле в салоне уже идет LED и все белое. А вот бардачок, багажник, они идут именно с желтым светом. Поэтому сделал вот такой вот пересвет, грубо говоря, белого света. И вот здесь тоже у меня белый свет. Но здесь были трудности, потому что вот эти вот диоды чаще всего продаются в разные стороны. Усы, надо их там подгибать. Но это вы можете увидеть у меня на TikTok-канале. Потому что этот автомобиль, в принципе, много уже кто знает, но обзор решил я сделать вот только сейчас. Далее минус. Вот такие вот потеющие фары. Изначально сразу же фонари задние потели. С этим сделать ничего невозможно, потому что здесь именно из-за того, что вот такие вот дыры сделаны для вентиляции или как, но наоборот оно, как говорится, ухудшает и фары постоянно потеют. Далее, как вы видите, автомобиль слегка занижен. Занижал я его по причине некрасоты, но это тоже эстетика. Мне кажется, в принципе, это симпатично выглядит. Подвеска очень энергоемкая. По дороге, когда я еду по трассе, ее, в принципе, так разбалтывало. И поставил пружины минус 90, такая проблема ушла. Но на каких-то резких дрыжках, конечно же, оно дает о себе знать. Еще одна доработка, очень полезная, я думаю. Так как я езжу по трассе, мне понадобился круиз-контроль. Именно с 2020 года гранты идут с завода, у них адаптирован под круиз-контроль. То есть вам нужно купить только вот такой вот подрулевой переключатель и активировать функцию круиз-контроля. Очень нужная вещь, если кому-то надо, то ставьте, не думайте, будете только от этого кайфовать. Как говорил ранее, были установлены противотуманки. Сюда вот кнопка аккуратно выведена. И сделал подогревы сидений. Все в штатные места. Все, сейчас киты очень легко продаются. Все ставится без всяких проблем. Что еще сделал? Функцию вежливых поворотников. Ставится микро-контроллер вот сюда вот. И когда вы нажимаете одним маленьким нажатием, то поворотники моргают ровно 4 раза. Это очень удобно при перестроениях, опять же, на длинных дистанциях. Читто для себя вот так вот установил черный потолок. Выглядит симпатично. Машина черная, все сочетается. И стоит, в принципе, недорого. Я думаю, что если кто-то хочет порадовать себя, вот такой вот еще приятный очешник добавляется. Так что, в принципе, я думаю, классная доработка для тех, кто ездит, хочет что-то для себя привнести новенькое. Был установлен видеорегистратор путем качественной установки. То есть сейчас не болтаются никакие провода. Вот здесь вот он протянут. Вот так вот сюда. И через разветвитель подсоединен, грубо говоря, постоянно. То есть вы включаете зажигание, выключаете, точнее, он отключается. Только включили, он сразу же начинает работать. Вот такая вот тоже небольшая доработка. Далее, с чем мне пришлось столкнуться, это плохая регулировка фар. Они всегда светят вниз. Ну, как бы минус-минус, ладно, хорошо. Пришлось купить вот такой вот электрокорректор фар, потому что здесь он установлен с завода гидрокорректор фар. Проблема ушла. То есть у него очень много регулировок. То есть он мне, в принципе, очень помогает в этом. Ну, то есть я один раз настроил, и все, теперь не парюсь. Они не опускаются, никуда не трясутся. Все отлично. То есть здесь вставляется моторчик, дальше проводка тянется к каждой фаре, и все. Проблема тоже, в принципе, ушла. Давайте посмотрим, что там под капотом. Под капотом у меня обычный восьмиклапанный движок. Съездил на проверку, регулировку клапанов на 2000 километрах. Заменили вот эту вот резинку. До этого ничего не было. И, конечно же, вот такие вот запотевания. Это не критично, но эстетику автомобиля портит. Так что, в принципе, можете даже не ездить, потому что там сейчас керамические у них направляющие, так я как понял, и регулировка клапанов. Ну, на 80 тысячах только, возможно, нужно будет подрегулировать. Так они как бы не избиваются ничего. Дальше был установлен вот такой вот газовый упор. Тоже, в принципе, вещь, скажем, не особо дорогая. Очень, очень мне, я не знаю, мне нравится. Конечно, не так часто я залажу под капот, но, в принципе, очень прикольная доработка. Ну, и масло, конечно же, меняю раз в 7 тысяч километров. Пользовался ZIG. Мне он не понравился. Когда с утра заводишь автомобиль, очень долго горела лампочка давления. Потом перешел на Mobil Ultra. Самое, в принципе, для них подходящее масло. И все, теперь никаких у меня с этим проблем нет. Так что, если кто-то мучается с выбором, просто берите Mobil Ultra, и не будет у вас никаких проблем. Что же еще было установлено на этот автомобиль? Практически сразу же я купил вот такие вот сетки защиты радиатора. То, что предлагают вам в автосалоне, оно выглядит более колхозно. А здесь, то есть, это прям вообще топовая доработка. Она, грубо говоря, ставится за 2 секунды. Вид вот такой вот очень хороший и не портит эстетику автомобиля. Хочу вернуться к лакокрасочному покрытию. Да, оно не идеальное. Да, есть нюансы, есть царапины. Возможно, столкнулся я с этой проблемой только из-за того, что у меня черный цвет. Но никаких вот этих страхов, ужасов, как говорят, то, что у вас там пластами сходит краска, такого нет. У меня не было такого еще ни разу за целый год использования. Были только небольшие нюансы, как какие-то сколы на капоте. Но, опять же, я купил подмазку черную и все. То есть, я все подмазал, все аккуратно сделал. Все теперь у меня отлично. Я думаю, что дальше он будет радовать и буду радоваться и пользоваться этот автомобиль. Что бы хотелось еще сказать в заключение. То, что автомобиль, да, он требует каких-то доработок. В принципе, ломаться он не ломается. Ездить можно на нем просто, просто идеально можно на нем ездить, ничего не делая. Заливать бензин. Расход у меня экономичный. Как-то получается уложиться в 6,8 литра на сотню. Так что, в принципе, если у вас не так много денег и вы не особо разбираетесь в автомобилях, так скажем, не хотите ездить постоянно на сервис. Я думаю, что это один из лучших вариантов. То есть, я его взял напополам. То есть, 250 тысяч я внес наличными. И всю остальную сумму я взял в кредит. То есть, в принципе, я думаю, что за эти деньги, допустим, сейчас нету никаких у нее конкурентов. Это просто идеальный автомобиль. Да, он не такой безопасный, да, не такой надежный. Но, если у вас есть определенные суммы денег, которые вы не хотите потерять, потому что ликвидность этого автомобиля захотели, продали, никаких проблем в этом нет. По уходу за автомобилем я приобрел вот такие вот тряпки, микрофибровые полотенца, чтобы протирать, чтобы не шоркать. Вообще, просто идеально. То есть, после того, как я потер обычной тряпкой, это не оставляет никаких разводов, не оставляет вот этих вот ужасных царапин. Кто, как говорится, все боятся этого на черных автомобилях. Да, вот вам лайфхак такой, что нужно использовать качественные полотенца, и будет у вас все хорошо. Если вы хотите увидеть обзор на Volkswagen Polo также с годом использования, то пишите в комментариях. Сделаю для вас небольшой вот такой обзорчик, чтобы пришлось доработать, какие были минусы, с чем столкнулись. Всем добра и удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok